Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мнение». Я с удовольствием хочу представить гостью нашей передачи. Это Сейнебды Канбаева. Она является программным менеджером общественного объединения родителей детей с инвалидностью, Орди. Здравствуйте, Сейнеб. Здравствуйте, Омбербек. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо, что вы пришли к нам на передачу. Я знаю, что ваша организация очень много делает для детей с ограниченными возможностями, и не только для детей. И вы вообще, насколько я знаю, очень разносторонняя личность. Вы занимаетесь различными проектами, общественной деятельностью, причем в разных сферах. Скажите, как вы вообще пришли в общественную организацию? Что вас столкнуло на это? Я могу сказать, что когда я была маленькой девочкой, меня всегда удивляло отношение людей обычных к людям с инвалидностью. Потому что я понимала, что человек с инвалидностью такой же человек. По крайней мере, я себя так чувствовала и в семье своей, и не чувствовала никакой разницы. Но выйдя на улицу, я чувствовала такую выразительную разницу в отношении, во взглядах людей. И я понимала, что что-то нужно менять. И с самого детства я боролась со своими дворовыми соседями, с ребятами дворовыми. Потому что я всегда хотела, чтобы отношения поменялось. Я защищала свои собственные права. А потом мне так сказали. У тебя так хорошо получится защищать свои собственные права. Почему бы это не делать на профессиональном уровне? И я сидела и думала, действительно, нужно менять что-то в своей жизни или же в жизни общества. И я вот начала это менять посредством того, что я всё время говорила о том, что я такой же ребёнок, как и все. И что различными способами я это, скажем, доказывала. А потом так вот получилось, что я начала писать стихи и получился первый гонорар. Тогда ныне покойный Мелис Ишимханов, он дал мне такой гонорар за выпуск стихов на его газете. И тогда я подумала, что хорошо писать стихи, быть богатой личностью. Почему? Чтобы помогать людям. Я сказала своей маме, что я бы хотела заработать очень много денег, чтобы открыть центр для деток, чтобы было кафе, было какое-то пространство для того, чтобы дети с инвалидностью, родители могли общаться, решать свои вопросы. Ну и вообще что-то менять в нашем обществе, который не принимал на то время, а у людей с инвалидностью. Родители, имеющих детей с инвалидностью. И когда моя мама Тамара Джумабекова, она подумала, раз мой пятилетний ребёнок так думает, почему бы я не открою общественную организацию. В то время существовала только Надежда, в которой я тоже училась, и организация для незрячих и слышащих людей, общественная организация «Косы к окон» называлась. Это в каком году было? Мы организовались в 95-м году, но идея возникла ещё в 91-м году. Но так как мы не нашли в то время активных родителей, которые нас поддержали, не сказали, «Тамара, мы свои проблемы не можем решить, как мы будем объединяться и решать, ну или говорить государству, какие у нас есть проблемы, и способствовать решению этих проблем». То есть уже прошло почти 25 лет, да? Как вы занимаетесь общественной работой? Да, вот, действительно. Мы нашли в 95-м году активных родителей, и с тех пор мы начали заниматься. 2 декабря 95-го года мы организовались как инициативная группа родителей, а 12 января 96-го года мы стали официальным юридическим лицом, юридической организацией, то есть стали работать. И с тех пор мы занимаемся вопросами людей с инвалидностью, детей, родителей. Наша организация является первой родительской организацией, таким родоначальником родительского движения. Можем сказать, мы уже такие ветераны, потому что наша, может быть, основная заслуга, на наш взгляд, что мы сделали так, что родители, имеющие детей с инвалидностью, дети особые, стали видны в нашем обществе. Кроме пособия, которое выплачивалось раньше, ничего для людей с инвалидностью не было. Мы же начали говорить о том, что нужна реабилитация, нужна инклюзия, нужна интеграция. Элементарное внимание, да, потому что сегодня вот дети с ограниченными возможностями, да, и взрослые, они вот живут как бы сами по себе. Государству особо до них дела нет, наверное, общественности тоже, и поэтому они нуждаются, наверное, вот такой поддержки. Ну, вы знаете, на самом деле, я бы не сказала сейчас, что внимания нету, или же вот, скажем, что общественность как-то равнодушна. Это было раньше. Вот когда мы только начинали, все говорили, ну, зачем вам заниматься людьми с инвалидностью, там, родителями, вот лучше заниматься, там, детьми, у которых нет родителей, от них есть толк. А от вас что, одни расходы. Но мы, можно сказать, за 24 года, уже в 25-й год пошел, доказали, что дети с инвалидностью, родители имеют детей с инвалидностью, и вообще люди с инвалидностью, тоже граждане своей страны, и они могут приносить пользу. Вот в прошлом году, 14 марта, была ратифицирована конвенция о правах людей с инвалидностью, и вклад ардифицирован в том, что оплата труда по уходу за детьми с инвалидностью, в простонародье сказать, тоже была подписана президентом, и это услуга, новая услуга, не только в Кыргызстане, но и во всем постсоветском пространстве. Это вот первая система, которая внедрена была именно в Кыргызстане. То есть в этом отношении другие страны сейчас изучают опыт Кыргызстана и хотят внедрить такую же систему. Да, опыт, да, и наши организаторы, но в то же время вот эта система оплаты, она юридически называется персональный ассистент по уходу за особым ребенком. И сейчас еще дальше идет проработка вопроса о том, чтобы после 18 лет уже взрослым лицам с инвалидностью также оказывать подобную услугу. Синя, скажите, вы занимаетесь уже много лет общественной работой. Чем вы можете гордиться особо? Какие заслуги вы могли бы выделить лично вашей организации? Заслуги. Благодаря нашей организации основалась национальная сеть «Джемверк». Это родительская организация, не зарегистрированная общественная сеть, которая объединяет уже более 37 организаций по всей республике, которая поднимает вопросы людей с инвалидностью. Она была основана в 2011 году. Мы гордимся тем, что по опыту нашей организации открылись очень много наших коллег, которые переняли опыт, мы консультировали. И по всей республике открылись очень много различных организаций по различным направлениям. Это и «Сахарный девять», и «Обед» наши коллеги, и «Синдром Дауна», «Аутизм». Потому что мы понимаем, что одна организация не может охватить весь Кыргызстан, не может удовлетворить нужды всех людей с инвалидностью, решить все вопросы. Вообще общественная организация не решает вопросы, потому что государство решает вопросы. Но общественная организация, чем хороша, ОРДИ и другие наши коллеги, общественный сектор помогают решению вопроса. Потому что общественные организации знают изнутри, какие существуют вопросы у населения, какие существуют нужды у тех или иных людей. И благодаря этому способствуют решению. Общественные организации знают, каким образом решать те или иные вопросы. Поэтому развитие гражданского сектора очень важно, и поддержка гражданских инициатив также важна. Также важно занятие волонтерской деятельностью. Потому что я, в отличие, начинала именно как волонтер в своей организации. И это много мне дало, даже становление моей личности. Поэтому это хорошо, когда существуют и волонтерские инициативы, и молодые люди вовлекаются в волонтерскую работу. У нас это, в Крысстане, только набирает обороты. Волонтерцы только начинают развиваться. Почему люди идут в волонтеры, на ваш взгляд? Что это лично для человека каждого дает? Насколько это важно? Мне кажется, что каждый человек хочет делать что-то полезное. Вот почему я лично стала заниматься вообще волонтерской работой. Я всегда хотела заниматься чем-то полезным. Вот эта вот тяга к чему-то существенному. Не просто работать для того, чтобы получить заработную плату. Потому что общественная работа, честно говоря, она такая на общественных началах. Потому что иногда есть финансирование. Ты получаешь от физических лиц, юридических лиц какую-то помощь. Или же грантовые средства. А бывает, что и нет этих средств. А бывает, что нет. И человек, общественная организация лично. Мы, Батварди, работаем на общественных началах за идею. И нуждаетесь в помощи, наверное, тоже. Конечно, конечно. Очень много инициатив, очень много проектов. Но, к сожалению, всегда удается получить на это финансирование. Но ничего. Но вот если вернуться к вашему вопросу, почему люди хотят стать волонтерами? Потому что люди хотят, наверное, самореализоваться. Узнать для себя что-то новое. Принести пользу своему государству. Потому что волонтерство в различных сферах. В экологии, в социальной сфере, в экономике, в туризме и так далее. То есть люди хотят себя реализовать и понимать, что, значит, как волонтеры они могут получить необходимый тот опыт, который не поможет в дальнейшем найти хорошую работу. Потому что опыт нужен. Ведь даже работодатель, он требует, чтобы у человека был опыт. А без волонтерства, откуда молодой человек может получить тот или иной опыт? Ну, это, наверное, одно, но с чисто человеческой точки зрения, наверное, это еще и возвышает, очищает. У любого человека есть потребность помогать, делать добро. Оно это заложено в человеческой натуре. Да, делать добро, какую-то пользу приносить, моральное удовлетворение от этого получишь. Хотя общественная работа, вообще социальная работа, она очень сложная, потому что ты сталкиваешься с судьями людей, сталкиваешься с проблемами. Конечно, это очень сложно. Но лично для меня, когда ты видишь, что благодаря тебе человек получил высшее образование, благодаря работе ребята начинают учиться с особенностями судьями. Или когда у нас есть проект «Открываем дорогу к образованию для людей с инвалидностью», он был в прошлом году при поддержке фонда СОРОС. И мы начали обучать людей, которым больше 20 лет. То есть они в свое время не получили образование из-за существовавшей в то время идеологии, что люди с инвалидностью не обучаемы. И мы продолжили этот проект в рамках государственно-социального заказа «Маленькими шагами к победе». И сейчас мы еще обучаем очень сложных детей. Там идет комплексное развитие различного рода услуги. И тоже мы обучаем, продолжаем обучать взрослых людей с инвалидностью. И когда ты видишь, что люди, которые, скажем, со сложной формой инвалидности, или молодые люди, которые не получили образование, сейчас получают, и они потом идут, занимаются еще какими-то делами, компьютер изучают. И становятся еще востребованы, находятся в работу. Да, и начинают активно вовлекаться в жизнь общества. Это так здорово. И ты понимаешь, что ты не зря работаешь. Что то, что ты делаешь, оно принесет пользу. Особенно, когда особо сложный ребенок, а он начинает разукрашивать, узнавать себя, познавать цифры, начинать геометрические фигуры распознавать. Даже просто цвета. И ты понимаешь, что этот прорыв, это прогресс, потому что они не считались необычаемыми. Это действительно такое восхищение у меня вызывает. И я очень благодарна нашим педагогам за то, что они действуют в принципе ларди. Вот делать то, что считается невозможным. Вот АРДИ, наверное, ее заслуга в том, что мы всегда делали то, что считается невозможным. Мы начали говорить о людях с инвалидностью. В то время это считалось чем-то уникальным. И мы вот в 2008 году открыли информационно-методический центр при общественном объединении родителей с инвалидностью АРДИ, где мы стали работать с очень сложными детьми, которые считались необучаемыми. И мы показали, что нет необучаемых детей. Нужна просто определенная программа. Мы ее 100 местами стали создавать. И благодаря этому мы показали, что все обучаемые. Просто у каждого свой темп и свои возможности. Но обучать и развивать нужно каждого ребенка. Ну, конечно, для этого нужно создавать определенные условия. И для этого нужна поддержка. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы призвать всех зрителей. Вот есть вот такая есть возможность. Именно оказывать поддержку таким центрам, таким организациям. Потому что именно такие организации, как АРДИ, помогают, скажем, детям оставаться в биологических семьях. Какая помощь может быть оказана со стороны общественности, бизнеса и так далее? Ну, вообще мы нуждаемся в оплате работы специалистов. Мы нуждаемся в покупке оборудования, методической литературы, оплате коммунальных услуг. То есть у нас мы нуждаемся в продуктах питания элементарно. Почему? Потому что АРДИ, как центр, существует на общественных началах, существует за счет собственных средств. У нас своего бизнеса нет. К сожалению, у нас такая налоговая система и такое законодательство, которое приравняло не коммерческий сектор и коммерческий сектор. Мы платим такие же налоги, что и коммерческий сектор, что является ошибочным. Потому что у нас нету своего бизнеса, своего предприятия, нету прибыли и дара. Конечно. Синя, скажите, пожалуйста, ведь для любого человека, и особенно человека с инвалидностью, очень важна самореализация и быть полезным обществом. Вот в этом отношении ваша организация какую помощь оказывает? Много ли людей вообще могли трудоустроиться, может быть, или еще реализоваться в каких-то сферах? Вы знаете, я могу сказать, что очень много кейсов, да, очень много случаев, когда она к нам обращались, там, помочь ребенку устроить школу, там, или же высшее учебное заведение. И я могу сказать, что родители, они часто обращаются, а потом я уже постфактум, и даже в Адварде узнаем, что оказывается ребенок стал обучаться, то мы звоним, говорят, а ваш ребенок оказывается, да, он уже в шестом классе. Мы понимаем, что родители там обращаются за помощью, проблема решается, но настолько вот люди радуются, и уже проблема решена, и что иногда даже мы не всегда знаем, что как бы проблема решена, постфактум, если узнаем, то хорошо. Но на самом деле родители обращаются, решаются их вопросы, там, в оказании медицинской помощи, там, в обучении, там, в трудоустройстве, и потом нам вот делятся родители, говорят спасибо, что благодаря вот вашей консультации, вашей помощи мы смогли вот изменить свою жизнь. Наш ребенок стал учиться, или же мы смогли пролечиться, получить реабилитацию. Ну, самый такой для меня важный пример, там, девочка, ее зовут Виктория Бирюкова, вот, я оказала юридическую консультацию, сопровождение, оказывала правовую помощь, и она получила высшее образование, бакалавр, и отучилась на отлично, потом повторно они обратились, и это было оказано помощь со стороны, вот, опять же, вот ОРДИ, и министерство образования помогло, и благодаря вот этому Виктория сейчас учится на магистратуре, тоже на отлично, сейчас она стала очень активным общественным активистом, пишет замечательные посты, тоже продвигает права людей с инвалидностью, и для меня, вот, скажем, это большой такой показатель того, что, вот, акашка будет, вот, помощь, да, даже профессиональную, да, и видишь, когда человек, вот, меняется, и ты понимаешь, что, ну, то, что ты сделал, там, маленький вклад, это не зря, потому что это изменило жизнь человека к лучшему, и это действительно такая большая радость и мотивация двигаться дальше и работать дальше. Это говорит, наверное, о том, насколько важно, да, вот, когда общественные организации работают активно и приносят такую пользу неоценимую, да? Конечно, потому что государство, это их функция работать, ну, и помогать, там, в системе, да, вот всей, то, чтобы государственный машин так работал, чтобы удовлетворял нужды всех людей, но, к сожалению, это невозможно. И государство не может дойти до каждого человека, до нужд каждого человека. В этом смысле общественная организация, общественный сектор замещает эту роль и помогает государству в решении социально значимых вопросов. Именно она отвечает на нужды и потребности граждан. Поэтому очень важна роль общественного сектора и общественных организаций в нашей стране. Потому что без них, ну, такого развития нашей страны и вообще развития общества не было бы, если бы не общественной организации. Поэтому мы очень рады, что мы можем работать. Мы, Орди, да и другие наши коллеги, работают в партнерстве с государством для того, чтобы, ну, решать все эти вопросы. Синя, я знаю, помимо деятельности в Орди, у вас еще есть другие обязанности. Общественная нагрузка. Да. Вы являетесь советником министра образования, еще в каких-то организациях общественных работаете. Насколько у вас вообще хватает времени на все это? Ну, я еще работаю координатором Центрального результата к святиженщинам с инвалидностью 2017 года. И с 2017 года я являюсь советником министра образования. Все помогает совмещать жесткий тайм-менеджмент, так называемый. В английском это управление временем. Да, график. То есть определенный график. И я просто стараюсь везде совмещать и везде распределять так свое время, чтобы все успевать. Но главное, что работает на результат. Что я могу сказать в отношении равенства? Мне очень нравится работа, потому что там ты уже работаешь над вопросами девочек и женщин с инвалидностью. Я могу сказать, что это первая организация в Кыргызстане, которая начала поднимать вопросы женщин с инвалидностью, девочек. Говорит о том, что у инвалидности есть гендерное лицо. То есть когда до равенства, до того, как она поднимает эти вопросы, людей с инвалидностью просто воспринимали как людей. Без пола, без каких-то индивидуальных особенностей, вопросы мужчин, женщин не рассматривались. Особенно женщин. А женщина с инвалидностью, она все-таки более уязвима. И то, что сейчас делает равенство, это феноменально, потому что благодаря деятельности равенства очень много девочек с инвалидностью нашли свое место. Даже вот девочки, которые не получили образование, стали обучаться на курсах, которые открыли равенство. То есть им сложнее, чем мальчикам или мужчинам? Да, да. Им даже тяжелее устроиться на работу, освоить какую-то профессию или же устроиться на работу по профессии. Почему? Потому что вообще женщина не только с инвалидностью, вообще женщине всегда сложнее в этих вопросах. А когда тем более девочка с инвалидностью еще больше сложнее, потому что еще больше предубеждений в отношении девочек существует, что они еще более слабые, что они не смогут справиться с существующими трудностями. Особенно выйти замуж, родить ребенка. Несмотря на все эти предубеждения и стереотипы, девушки с инвалидностью находят работу, получают высшее образование и рождают детей. Я могу сказать, что в прошлом году у нас девочки вышли замуж, в позапрошлом году родили детей. И я могу сказать, что это вообще здорово, что несмотря на все предубеждения и на все отрицательные отношения в этом вопросе, девочки с инвалидностью преодолевают все это и реализовываются и как личности, и как профессиональные работники в своей сфере. И выходит замуж. Конечно, это все благодаря таким организациям, как Равенство, потому что Равенство открыло курсы, в которых девочки проучились. И кулинарии, и индустрии красоты, маникюр. И вот кто-то стал работать в салоне, открылся, они принимают в салоне тоже, у них свой есть. И в прочитании еще дома принимают. То есть такая, скажем, практическая работа и практическая помощь. Ну, еще просто, наверное, психологическая помощь важна, да, мотивация. Ну, конечно, на самом деле, почему девочки с инвалидностью стали изменять свою жизнь благодаря деятельности Равенства? Потому что они увидели, что такие же девочки с инвалидностью, вот такие же люди, как и они, живут полноценной жизнью. Они становятся более открытыми, наверное, благодаря социуму, благодаря общественным организациям. И благодаря тому, что они видят, что такие же девочки работают в такой организации, и что они реализовываются в различных направлениях, то они тоже понимают, что они могут это сделать. Что касается моей работы как советника, министра, к сожалению, инклюзивное образование у нас в Кыргызстане, оно только сейчас строится, оно только сейчас выходит из зачаточного состояния. Раньше оно начало проявляться именно как система интегрированного образования. Что такое система интегрированного образования? Это когда без создания каких-то условий просто существующая система образования направляет ребенка с инвалидностью, он учится по общей системе. И я в такой же системе училась, то есть пошла в школу и как все отучилась. В общем образовательной средней школе. Да, да, да. Но, к сожалению, интегрированное образование, оно не всегда учитывает потребности всех людей, и не только с инвалидностью. И в этом отношении получается кто-то отпадает от систем, потому что они не могут усвоить академическую программу, они не могут интегрироваться вообще, да, вообще образовательную среду. Да, и в этом отношении, что значит инклюзивное образование? Это когда ребенок особенный, да, или же с особыми образовательными потребностями, так называемыми, ну, когда он не может включиться в существующие системы образования, для него создают эти определенные условия. Вот это и есть инклюзивное образование. И я могу сказать, что мы сейчас, конечно, уже вышли на другой этап, от этапа простых разговоров о том, что нужна инклюзивная, на этап конкретных каких-то действий для того, чтобы через 10-20 лет мы уже могли сказать, что у нас действительно инклюзивное образование есть в нашей стране. Синя, спасибо вам большое, что вы приняли участие в нашей передаче. Я хочу пожелать вам, в первую очередь, позитивного настроя, здоровья, энергии, чтобы вы смогли реализовать все задуманные планы. О планах у вас очень много, больших и полезных для общества. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня гостем программы «Мнение» была Сейнеп Д. Камбаева, программный менеджер общественной организации «Родители детей с инвалидностью ОРДИ». Увидимся с вами в следующих передачах. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин